Да, действительно, в 2020 году в области проведена очень большая работа по государственной кадастровой оценке объектов капитального строительства. Достаточно сказать, что таких объектов на территории области 1 миллион 172 тысячи объектов. Причем 77% этих объектов принадлежат физическим лицам. Поэтому понятен ваш вопрос, что действительно результаты кадастровой стоимости интересны собственникам жилых квартир, домов, дач, гаражей. Если говорить в общем о результатах кадастровой стоимости и сравнивать их с результатами кадастровой стоимости, которая была определена в 2015 году, то стоимость кадастровой жилых домов и квартир увеличилась от 10 до 11%. В свою очередь гаражи в то же время у нас уменьшились на 9%. При этом налоговая база уменьшилась еще меньше, потому что налоговая база формируется в отношении каждого объекта недвижимости, как его кадастровая стоимость, но с учетом определенных вычетов. Эти вычеты составляют для жилых домов 50 квадратных метров, для квартир 20 квадратных метров. Анализируя результаты проведенной работы, я могу сказать, что жилые дома площадью менее 50 квадратных метров составляют 33% от всего объема жилых домов, которые были и участвовали в государственной кадастровой оценке. Еще 9% это дачные домики, которые также меньше 50 квадратных метров. То есть по этим объектам недвижимости, собственники объектов недвижимости уплачивать налог не будут. Если вы не попали в категорию собственников жилых домов, площадь которых меньше 50 квадратных метров, тем не менее, для таких собственников я могу сказать, что рост налога через один год, то есть в 2022 году, не превысит 10%. Это норма налогового кодекса, что рост налога по объекту за один год не может превышать 10%. То есть как бы не изменилась кадастровая стоимость вашего объекта недвижимости превышать 10%, рост налога не может. Это для физических лиц? Да, это для физических лиц. То, что я сказала, 20 квадратных метров налоговый вычет и 50 жилой дом, это для физических лиц.